к черту это все так срочно нужна моя реферальная ссылка на авиасейлз чтобы я а также любые мои зрители могли купить дешевые авиабилеты а также поддержать мой канал монеткой где же она ах да по ссылке в описании под этим видео быстрее москва а пока авиасейлз ищет билеты я засуну свой нос на сттс на сайт где публикуют фотографии городского электротранспорта ухты рвз-6 это же рижский трамвай один из немногих которые у меня не отсняты кроме как на параде в москве интересно где такое чудо до сих пор ездит в хабаровске блин это что же придется лететь в хабаровск и снимать про них репортаж извини дружище не в этот раз лететь хабаровск почти восемь часов но для начала парочка небольших выявлений первое это видео получилось почти что полутора часовым так что я рекомендую вам использовать тайм-коды с их помощью вы сможете быстро ознакомиться с содержанием видео а также перейти к интересующему вас эпизоду ну или перемотать эпизод который вам надоело смотреть например поездки в трамваях и второе поскольку в ю тубе сейчас не показывают рекламу российским зрителям мои видео здесь фактически не монетизируется от цен и вовсе их не показывает широкая аудитория что часовое видео про транспорт самара покажем его четырем тысячам зрителей чтобы она набрала 500 просмотров а все остальные просмотры отдадим каким-нибудь танцующим девчонкам лайфхаком и прочей эрудистики правда дзен отличная идея так вот если у вас есть возможности желания если вам нравится мой контент то пожалуйста становитесь спонсорами моего канала вы можете сделать это на бусте а также в моей группе вконтакте за небольшую ежемесячную плату взамен вы получите эксклюзивные видео например контент который я снимал еще до запуска канала до 2020 года а также длинные версии обзоров городов с неудачными дублями с пошлыми шутками и прочими моментами которые не попадают в официальные видео например вот это видео про хабаровск длится час двадцать с копейками а вот спонсорская версия почти трехчасовая интересно кто-нибудь из спонсоров ее вообще посмотрел целиком кстати вот это местечко в москве называется станция южный порт можете посмотреть ее обзор на моем канале по ссылке в описании или вот здесь подсказках ну все погнали в хабаровск а все Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok О, а вы уже здесь! Я рад приветствовать вас! Потому что сегодня мы наконец-то приехали на другой конец России для того, чтобы барабанная дробь покататься на трамваях. Но это не просто какие-то там скучные обычные трамваи, а РВЗ-6. Последние в России трамваи Рижского вагоностроительного завода. Причем здесь они катаются не в виде музейных тарантасов, как в Нижнем Новгороде, а в виде обычных линейных вагонов. Вот мы и посмотрим, в каком состоянии содержатся такие эксклюзивчики. А вы на канале Блок ЖД Фотографа, и я Игорь Абросимов. И сегодня у меня в гостях Джо, эксперт по грузовикам, которого вы могли помнить по видео из Саратова 2021 года. Так, ну что, поехали уже в город смотреть на трамваи, да? Погнали! Вперед! А, подожди, вперед это в ту сторону. А я вам сейчас покажу, откуда на Беларусь, в смысле, откуда на Хабаровский аэропорт ездят троллейбусы. Здесь ходят два троллейбусных маршрута на весь город. Единичка ходит от аэропорта до Комсомольской площади, и двоечка ходит от аэропорта до железнодорожного вокзала. Причем двоечку запустили недавно, в июне 2023 года. На маршруте номер два используются новые троллейбусы у ТТЗ «Горожанин» уфимского производства, которые подъезжают к зданию аэропорта без использования контактной сети. Ну а на единичке работают классические троллейбусы. Например, вот есть «Тролл Зооптима», а еще в Хабаровске можно встретить троллейбусы из Москвы – БКМ-321. Но обо всем по порядку. Ну что ж, начинаем наше путешествие с обкатки аккумуляторного троллейбуса, у ТТЗ «Горожанин». А вот и он. Погнали! Итак, друзья, в Хабаровске есть 10 новых троллейбусов у ТТЗ 6241 «Горожанин» уфимского трамвайно-троллейбусного завода. Все машины 2022 года выпуска, но большинство из них попали в Хабаровск только в мае 2023. Троллейбус представляет собой автобус МАЗ-203 с электрическим оборудованием. Он оснащен автономным ходом и может ехать без контактной сети. Правда, для цепляния троллейбуса к проводам по старинке используются водитель и штангоуловители – веревки. Вместо того, чтобы установить на проводах специальное улавливающее устройство, например, вот такое, чтобы троллейбусы могли автоматически подсоединяться к проводам. На сегодняшний день парк троллейбусов Хабаровска представлен машинами ВМЗ-5298 в количестве 7 штук, БКМ-321, переданными из Москвы в количестве 17 штук, УТТЗ-6241 «Горожанин» в количестве 10 штук, а также две штучки ЗИУ-682 какой-то там модификации, две штучки Троллзу Оптима и две штучки МАЗ-203 Т-70. Навехонькие троллейбусы, которые приехали в Хабаровск буквально на днях, 4 сентября. И с ними даже еще нет свежих фотографий. Но пока я монтировал это видео, троллейбусы уже поехали по городу, поэтому вот вам фотографии с СТТСа. А за моей спиной троллейбусное депо, и вы видите площадку списанной техники. Троллейбусы, которые там стоят, я даже не озвучил, потому что они уже давно выведены из эксплуатации и ожидают отправки металлолом. А мы сейчас идем по Мирному переулку, который следовало бы переименовать в послевоенный переулок, судя по тому, в каком здесь состоянии дороги. Ужасные дырки. И у нас секретная миссия. Мы сейчас ищем здесь троллейбус. А тебя не смущает то, что здесь нет контактной сети? А? Ну да, здесь не должно быть контактной сети, потому что мы ищем не простой троллейбус, мы ищем грузовой троллейбус КТГ-1, который стоит где-то на задворках троллейбусного депо в виде сарая. Да, красивое здесь местечко, конечно. Именно за такими видами я и пролетел 6000 километров. О, Господи, что это? Серьезно? Нет, вы серьезно? Унитаз в лесу? Унитаз в лесу? То есть у кого-то нашлись время и силы, чтобы привезти его сюда? Вот и он, тот самый секретный грузовой троллейбус Хабаровска, модель КТГ-1, что означает киевский троллейбус грузовой. И да, вы поняли совершенно правильно, я пролетел 6000 километров, чтобы посмотреть на ржавый старый сарай. Ну ладно, шучу, конечно, не только на него. Год его выпуска неизвестен, а по данным сайта СТТС списан он в 2000 году и был установлен на территорию гаражного кооператива в качестве сарайчика, благодаря чему, судя по всему, он и сохранился до наших дней. Наверное, в теории его можно выкупить и привести в надлежащее состояние и, возможно, даже поставить на ход. Но я сомневаюсь, что кто-то будет этим заниматься. Просто посмотрите, как он врос в землю. Вообще, грузовые троллейбусы – это целый пласт истории транспорта СССР. Они появились во Вторую мировую войну, когда грузовые автомобили ушли на фронт. Но в городах нужно было на чем-то перевозить грузы. Первые грузовые троллейбусы представляли собой пассажирские машины, переделанные в бортовые платформы. Но в дальнейшем они прижились и их уже начали строить на заводах. Вот так, например, выглядел грузовой троллейбус завода имени Урицкого. А это троллейбус Сокольнического вагоноремонтного завода, причем он был как цельнометаллический фургон, так и бортовая платформа. Но в конце 70-х годов производство грузовых троллейбусов перекочевало на Киевский завод электротранспорта. И троллейбусы получили обозначение КТГ – Киевский троллейбус грузовой. Наибольшее распространение получили троллейбусы КТГ-1 – цельнометаллический фургон, и КТГ-2 – бортовая платформа. Также были экзотические модели – троллейбус-поливалка. Один из них до сих пор есть в Одессе. И в единственном экземпляре был построен троллейбус-самосвал. Также было несколько троллейбусов-фургонов с остеклением, которые использовались в качестве передвижных столовых, передвижных диспетчерских, а также в других служебных целях. После распада СССР грузовые троллейбусы постепенно перестали перевозить грузы, потому что в условиях рыночной экономики это стало невыгодно. Но они продолжили использоваться для нужд троллейбусных депо. Вывозить металлолом, перевозить запчасти, а также помогать поломанным троллейбусам на маршрутах. На сегодняшний день грузовые троллейбусы в России – это музейная редкость, буквально единичные экземпляры. Я могу назвать сходу только один город, где они до сих пор ездят в качестве служебок – это Волгоград. Там два троллейбуса КТГ-1 периодически появляются на улицах города и оказывают помощь другим троллейбусам. Также грузовые троллейбусы остались в Москве и Питере, но там это, естественно, уже музейные экземпляры. Ну и в целом по России раскидано какое-то количество грузовых троллейбусов, небольшое, находящихся в разной степени раздолбанности. Большинство из них давно уже не ездят. Если вы можете вспомнить хотя бы один российский город, кроме Волгограда, где КТГшки до сих пор используются хотя бы в качестве техничек, напишите в комментариях. Хабаровск Хабаровск основан в 1858 году. Изначально он назывался Хабаровка в честь великого российского первопроходца 17 века Ерофея Павловича Хабарова. Статус города он получил... Боже мой, что это такое? Режим Ильеварламова подкрался незаметно. И у меня на обзоре сейчас шедевр городостроительства из Хабаровска. Надземный переход через улицу Муравьева-Амурского. Вы только представьте себе, что вам нужно пройти через эту улицу с детской коляской, с велосипедом, на инвалидном кресле и далее по списку. И к людям, которые защищают подобное, у меня только один вопрос. А вам не страшно здесь стареть? Ведь рано или поздно вы сами можете попасть в ситуацию, когда магазин через дорогу станет для вас недоступным из-за подобного перехода. Хабаровчане, требуйте человеческую городскую среду от властей вашего города. Хабаровск основан в 1858 году. Изначально назывался Хабаровка в честь русского первопроходца 17 века Еврофея Павловича Хабарова. Статус города он приобрел в 1880 году. Хабаровск стоит на реке Амур. Население города составляет 617 тысяч человек, по данным Википедия. Расстояние до Москвы по воздуху 6100 километров, по железной дороге примерно 8500 километров, а до Владивостока здесь 645 километров. Вы можете мне поздравить с успешным заучиванием фактов из Википедии. А за моей спиной главная площадь Хабаровска, площадь Ленина. Собственно говоря, здесь собраны некоторые достопримечательности Хабаровска. Например, здание правительства. Неопознанное красивое кирпичное здание, в котором находятся сейчас магазины. И, конечно же, группа фонтанов. Спора нет. Выглядит эта площадь, конечно, красиво с этими очаровательными фонтанами. Но лично мне она больше напоминает огромный плац с высаженными цветочками. А мы тем временем идем по улице Муравьева-Амурского. Здесь красивое благоустройство, красивая архитектура, красивые деревья, много молодежи и довольно ровная плитка. На что нельзя не обратить внимание. О, боже мой, это что, РВЗ-6? Это именно то, зачем мы приехали сюда, в Хабаровск, в трамвай Ирического вагоностроительного завода. Вон он едет, желтенький банановый трамвайчик. Сейчас мы просто обмажемся этим РВЗ-6. Прокатимся в каждом из них, сфотовываем каждый до дыр и запишем про них сюжет. Готовьте ваш попкорн, чтобы смотреть это видео дальше. И окунемся во все их отверстия. О, да. Кошмар какой. В жизни не видел более разломанного КТМ-23. Ну, нахер. Случайная инспекция внезапного двора. Давайте посмотрим, как благоустроенные дворы в городе Хабаровске. Мы уже с вами посмотрели благоустроство дворов в Великом Новгороде, в Туле. И вот настала очередь Хабаровска. Мне кажется, или двор примерно такой же, как в Великом Новгороде. Точно такие же заборчики, которые окраждают непонятно что, непонятно ничего. Разноцветная типичная детская площадка. Конечно же, горочка, ведущая в песок. Непонятная конструкция с металлической сеткой. Много кустов. Подъезд, заклеенный объявлениями. Невынесенный мусорный бак. В принципе, примерно так я и представлял себе типичный двор Хабаровска. Ну ладно, продолжим наше путешествие. Надеюсь, я найду какой-нибудь действительно классный двор. Трамваи поехали по Хабаровску 5 ноября 1956 года. Пик развития сети пришелся на 90-е, когда в городе было целых 105 трамвайных вагонов. Длина сети составляет около 80 километров. В городе действует три трамвайных маршрута, которые обслуживают одно трамвайное депо. Куст из четырех, из пяти, из шести негодных шпал. Интересно, здесь кто-нибудь проводит комиссионные осмотры путей или нет? А это что, рельсы крепятся к фанерке? А стрелки в Хабаровске работают с помощью гуржевой тяги. При том, что здесь вроде как есть автоматические стрелки. Вон даже видно короб, это автоматическая стрелка. Но по какой-то вполне понятной причине стрелки переводит водитель. Это что, выброс пути? К счастью, нет. Это никакой не выброс пути, а вполне обычные трамвайные пути в Хабаровске. Серьезно? Здесь вообще когда-нибудь после распада СССР были капитальные ремонты или нет? Пути здесь настолько неухоженные, что даже пауки давно уже построили здесь огромную паутину. Инновационные технологии в Хабаровске. Теперь рельсы крепятся непосредственно к грунту. Смотри, она полностью прогнела, прогнулась. Ее уже практически нет. Вон, смотри, нет. Нет здесь ничего. Вот здесь, смотри. Чему это крепится? Вообще непонятно. Земля, смотри. Она ее дергает. Это что это такое? Это что, мужики? Господи, что это? А, а, оно едет сюда. Спасайся, кто может? Спасайся. Спасайтесь, мужики. Быстро убегайте. Что это? КТМ-5 с фарами от ЗИУ 682? Господи, какой он жуткий. Это просто кошмар. Что с ним случилось? Что это? Что это такое? Что с ним стало? Мужики, это просто тихий ужас какой-то. Это вот самый страшный трамвай, какой я видел за все свое время ведения блога. Вот этот КТМ-5 сейчас. Блин, ребят, ну Хабаровский трамвай, это, конечно, нечто. Вот я бывал в Туле, я бывал в Смоленске, я бывал, прости господи, в Саратове. И катался там на КТМ-5. Но то, что я видел здесь, это вообще не вписывается ни в какие рамки приличия. Вот этот КТМ-5, который я только что проехал, этот раздолбанный, перенометалонный раздолбанный КТМ-5. Вот я просто более раздолбанный КТМ-5 в жизни не видел. Вот город Волжский, это не областной центр даже, а там такие же вот КТМ-5 выглядят почти как новые. А здесь вот это просто кошмар какой-то. Это страшный сон сейчас был. Вот этот КТМ-5 с мордой от ЗИУ-682, что это? Кошмар, просто... Вот еще один вагон КТМ-23. Я не знаю, в каком году построен конкретно этот трамвай, но в целом эти трамваи массово устроились в 2012-2013 годах. Да и сейчас они небольшими партиями выпускаются. Но, по всей видимости, когда-то этот вагон попал в ДТП, его кое-как в ДТП отремонтировали. У меня вопрос, что это такое за колхоз? Серьезно, щеколды на корпусе трамвая? Кошмар какой-то, просто ужас. Ну, у этого вагона хотя бы задняя маска ровно прикреплена. Правда, она вся в дырках. Господи, неужели у трамвайного хозяйства нет денег, чтобы заказать заднюю маску на КТМ-23 в Усть-Катавском заводе? Посмотрите, какие у него файш-борта все обгрызаны. Их что, мы же грызли? Я не могу спокойно смотреть на этот трамвай. Это новый трамвай. То есть, вот в сравнении с этим ведром, вот это новый вагон. Около 10 лет возраст. Да, я, конечно, понимаю, что бюджетов не хватает. Но закрыть вот эту крышку, кто помешал? С другой стороны, вот рельсы. Поверхность катания вроде нормальная. Не такая ужасная, как в Саратове. В Саратове, вы помните, что было. Там просто огромное вычерпленное, износ просто ужасный. А здесь я вот не понимаю, к чему эти рельсы крепятся. Потому что тут многих шпал просто нет на месте. Или они, не знаю, напрочь сгнили. Или они, в лучшем случае, просто так засыпаны песком, что я их вообще не вижу. Я надеюсь, что именно третий вариант здесь и происходит. Хотя, на самом деле, хоть рельсы и крепятся непонятно к чему, трамваи здесь ездят достаточно смело. Даже быстрее, чем в том же Саратове. А мне кажется, я догадываюсь, почему такое обслуживание трамваев в Хабаровске. Коллега. Ну, смотрите, водитель от 35 тысяч, а слесарь-ремонтник от 40 тысяч. И у меня возникает следующий вопрос. Почему на обслуживание трамвайных вагонов и трамвайных инфраструктур выделяются такие копейки? Ведь кто в здравом уме пойдет в трамвайное депо в грязи и крутит какие-то гайки на старых трамваях, если можно эти же деньги заработать гораздо более простым путем? Например, ну, не знаю, продавать булочки или печь блинчики. Мне кажется, дорогие друзья хабаровчане, вам следует задать вопрос вашему губернатору Дегтяреву. На что? Уходят ваши налоги. Потому что, судя по всему, он даже понятия имеет, что трамваи у вас выглядят вот так. А, подождите, я вспомнил, вы же в 2020 году уже пытались задавать ему вопросы. Что ж, очень жаль, что в Хабаровске губернаторов теперь назначаются администрация президента. И, кстати, весьма обидно, что трамвай РВЗ-6, который является изюминкой Хабаровска, буквально объектом притяжения для огромного количества транспортных фанатов, находится тоже просто в ужасном состоянии. Во всяком случае, внешне. Правда, с другой стороны, КТМ-5 еще хуже. Несмотря на прискорбное состояние, трамвай в Хабаровске пользуется спросом, что можно видеть по вот этому вагону за моей спиной, где нет ни одного свободного сидячего места. Трамвай Хабаровска – это КТМ-23, 15 штук, КТМ-5, 13 штук, РВЗ-6, 9 штук, ЛМ-99, 8 штук, а также здесь есть единственный КТМ-8. Вот такой вот набор трамваев в Хабаровске. И, между прочим, Хабаровск является последним городом в России, где с пассажирами эксплуатируются вагоны РВЗ-6. Это вагоны Рижского вагоностроительного завода. Тот же самый завод строил, я напоминаю, электропоезда серии R. Сравнительно приличный КТМ-23. До недавнего времени эти вагоны также были во Владивостоке и в Комсоморске-на-Амуре. Но, к сожалению, во Владивостоке их уже все посписывали, а в Комсоморске-на-Амуре трамвайную сеть и вовсе закрыли. Правильно, зачем ездить на трамвай, если есть православные маршруточки? Я тут заметил интересную закономерность. Нельзя просто так взять и прокатиться в одном из РВЗ-6, пока весь выпуск этих вагонов не сфоткан. Серьезно, все настолько плохо, что вместо болтов здесь тряпочка? Отдельный вид искусства это трамвайной остановки в Хабаровске. Мне даже комментировать ничего не хочется. Посмотрите сами. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Вот и весь этот капитальный участок Скудно, конечно, но спасибо и на этом Хабаровск – это город воинская слава. Тем временем, как выглядит город воинская слава, не отходя от этого плаката. Ну за что? Ну за что? Ну почему Хабаровск такой? Это же город воинской славы? Это же город воинской славы. Единственный город в России, где ездит трамвай РВЗ-6. Почему он такой? За что с ним так? Почему Хабаровск такой грустный и печальный? Не должна красотой? Не должна красотой? Не должна красота ограничиться историческим центральным городом? Неужели невозможно что-то придумать, чтобы сделать Хабаровск действительно классным городом? Ну что это? Ну что это такое? Что это за вмятый забор? Что это за какой-то все раздолбанное? Трамвай держится на тряпках. На тряпках трамваи держатся. Вместо болтов тряпки на трамваях. Ну почему? Ну неужели вот Хабаровск не достоин, чтобы здесь болты закупали в трамвайное депо? Неужели не достоин нормальных рельсов? Я не знаю. Ну что это такое? Просто не могу ни за что красиво зацепиться. То есть я вижу красивую архитектуру здесь в городе. Здесь есть красивая архитектура, но она просто вот посмотришь, что окружает эту красивую архитектуру, просто все напрочь сметается, как будто бы здесь вообще нет архитектуры. Как будто это какая-то, блин, каменная деревня. Вот реально. Просто жесть. Это город, в который люди должны из Москвы приезжать, чтобы посмотреть, как в Хабаровске. Мы хотим в Москве так же. Нет, никто не едет в хабаровск и не кричит мы хотим москве также хотя нет я кричу я хочу в москве то что вариатор трамвая ездили я не знаю я не могу здесь даже выпустить режим варламов потому что тут весь город это режим варламов весь автобусы какие-то грязные все трамваи детс троллейбуса спасибо что более-менее приятно так блин какой-то кошмар просто жесть хабаровское время 16 часов 17 минут а вот мой организм настроены на москву думает что сейчас 9 часов 16 минут несмотря на то что самолет летел 8 часов поспать мне не удалось потому что вылет был 17 30 а прилет по москве в 23 с копейками соответственно каком сне может идти речь если мой организм настроен на то чтобы ложиться спать в час ночи так что если вам покажется что я начал нести какую-то колеси учтите что я не набухался просто ужасно хочу спать мы приехали на трамвайную установку кинотеатр хабаровск правда мне кажется постановку следовало бы назвать лесная чаща или кирпично двухэтажное здание потому что чего-чего о кинотеатрах хабаровск здесь поблизости нет до него еще топать 10 минут пешком а приехали мы сюда для того чтобы в новой локации сделать новые фотографии трамвайчиков рвз-6 полюбуйтесь какая здесь живописная трамвайная линия с красивыми деревьями с антуражными старыми бетонными столбами и с прогнившими деревянными шпалами при этом поверхность головки рельса выглядит достаточно прилично так что будем считать что здесь есть какая-то техническая загадка почему вагоны позволяют себе так быстро ездить в любом случае это хорошо потому что если вагоны здесь еще ездили еле-еле то им бы скорее всего не пользовался такое количество пассажиров состояние контактной сети по крайней мере на этом участке честно говоря на других не особо не рассматривал контактную сеть но здесь прям бросается в глаза стрела провеса посмотрите как низко висят провода и кстати судя по всему это территория бывшего трамвайного депо можно видеть как влево уходят кусочки подвески вместо трамвайного депо здесь теперь потрясающей красоты евразия торговый центр ладно шучу конечно это полная безвкусица ух ты я нашел в хабаровске хорошая новая ежегодная дорожка посмотрите как ровно выложена плиточка как свежо она смотрится и я надеюсь что просушена достаточно долго а вот это похоже на выброс пути на железной дороге подобный путь давно уже бы запретили к эксплуатации справедливости ради вот автобусная остановка которую я считаю вполне приличной трамвайные вагоны рвз 6 м 2 изюминка хабаровска эти вагоны выпускались 1960 по 1988 год на рижском вагоностроительном заводе на том самом заводе который строил электрички серии r а выпущено было таких вагонов 6 тысяч 8 штук и мне даже сложно сходу назвать города куда они не поставлялись а хотя вспомнил в москву и петербург они не поставлялись а куда еще они не поставлялись вы напишите в комментариях я напоминаю что в хабаровске есть девять таких трамваев самый старый из них построен в 1974 году а самый молодой в 1982 считайте сами сколько уже лет этим старичкам конечно вагоны рвз 6 50 летней давности ездит по хабаровску нет хорошей жизни и в 2024 году город планирует закупать 10 новых трамваев но я рекомендовал бы властям саратова в лице например губернатора городских чиновников и конечно же руководство мупгет обратите внимание на трамвайный вагон рвз 6 и когда они уступят место новым трамваям ни в коем случае не списывать их и не сдавать металлолом а отреставрировать и использовать в городе чтобы привлекать туристов он вы видите я приехал сюда выложил 26 тысяч билеты на самолет чтобы прокатиться в старых трамваях да да я существую а знаете сколько еще людей готово на такой поступок вы даже себе представить не можете сколько в россии есть фанатов старых трамваев хороший пример эксплуатации исторического трамвая есть нижнем новгороде где в 2015 году отреставрировали такой же трамвай рвз 6 и он до сих пор возит пассажиров по маршруту в историческом центре но в нижнем новгороде рвз 6 всего один а у вас целых 9 это же просто золотая жила вы можете например восстановить их все и по будням выпускать два вагона а по выходным три и все жители и гости города будут радоваться крутым старым трамваем а еще я открою вам секрет эти трамваи можно сдавать в аренду за кругленькую сумму например можно проводить них свадьба корпоративы или что-нибудь редакое или просто за деньги катать в них фанатов когда если вы сделаете парк исторических трамваев можете написать мне и я приеду к вам и с удовольствием сниму о них еще один репортаж чтобы как можно больше людей узнали о вашей новой изюминке короче не списывайте рвз 6 по братстве дайте им вторую жизнь пусть еще покатаются ваше дело ваше дело ваше дело ваше дело Здравствуйте. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Короче, я сфотографировал все РВЗшки, которые были на пятом маршруте. И РВЗшку, которая была на единичке. Некоторые даже по несколько раз. И я извиняюсь перед водителями, которых ужасно задолбал своим постоянным маячением около путей. Также в духах РВЗшках я прокатился. И могу сделать неутешительный вывод. Во-первых, РВЗшки содержатся примерно так же, как КТМ-23. Только если 53-му трамвая можно просить вмятинки на кузове, а также разные приколхоженные детальки, то на КТМ-23 щеколды, а также отломанные маски смотрятся просто удручающе. Что касается РВЗшек, то они, конечно, крутые, потому что они ретро, но... Потому что это уникальный трамвай, которых нигде больше нет. Они должны выглядеть круто, а не печально. Обзор гостиницы «Максим» в Хабаровске. Поехали! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А почему не на потолке? Мое предложение переименовать эту гостиницу из «Максим» в «Хер с ним». И вот почему. Кран подтекает, как я не старался закрутить кран-буксы. Здесь какая-то шпаклевка. Здесь нету держалки для лейки. И, наконец, вместо дверцы здесь обычная занавеска. Это был обзор гостиницы. Ну что, как вам гостиницы? Правда, потрясающе. Очень напоминает сам Хабаровск. А я сейчас нахожусь на улице Джамбула. И сейчас мы поедем в центр Хабаровска. Ну, должно же в этом городе быть хоть что-то красивое, в конце концов. Ладно, понятно, бог с ними, с промзонами. Они просто ужасные. Надеюсь, что хотя бы центр города ухоженный. Ладно, ладно. Ладно, ладно. Ладно, ладно. Мы хотим фоткать синий КТМ, зеленый РВЗ и другой трамвай. Стоп, что это? Велодорожка? Велодорожка, которая появляется из ниоткуда. Интересно, куда же она ведет? Рискну предположить, что в никуда. Потому что обычно именно туда и ведут подобные велодорожки. Причем, судя по следам шин, кто-то этой велодорожкой действительно пользуется. В пересечении с проезжей частью велодорожка обрывается и велосипедисту по правилам дорожного движения нужно спешиться и пройти этот переход пешком. Ну и какой смысл в этой велодорожке тогда, если по ней нужно ходить пешком? И здесь есть новая свеженькая зебра. Но у меня к этой зебре есть пара вопросов. Для кого, например, сделана вот эта часть зебра? Ну ладно, а мы тем временем пришли к окончанию велодорожки. Какой русский не любит быстрой езды? Вжух! И прямо на пешеходный переход. Интересно, почему по Хабаровску гуляют так мало мамаш с колясками? Даже не знаю, что могло пойти не так. Вроде все в порядке. Очень странно. Велодорожки, вообще-то, придуманы для того, чтобы и велосипедисты не ездили по проезжей части и по пешеходным тротуарам. Правда, никого не смущает, что для того, чтобы попасть на эту велодорожку, нужно проехать по проезжей части или по пешеходным тротуарам. Моя оценка этой велодорожки 2 из 10 фотоотчета в управлении дорогой внешнего устройства города Хабаровска. Одно я могу сказать точно. Если бы в Москве были такие же велодорожки, а, хотя, в принципе, они там действительно такие же, тоже ведут из ниоткуда в никуда, но только в больших масштабах. Короче, ездите на велосипеде по проезжей части, изучите ПДД, установите себе зеркало, поглядывайте в него во время движения, и все будет в порядке. Я делаю это с 2013 года. Все вам, либералам, не нравится. То вам нет велодорожки, вам не нравится. То есть велодорожка, вот, пожалуйста, что вам не нравится, а? Это ему не нравится, трамвай ему не нравится. Трамвай ходит уже, спасибо, скажи, вот, смотри, какой классный едет. Сними, сними его. Смотри, ну, нормальный же трамвай. О, мы нашли, кажется, предничный трамвай в Хабаровске. Смотрим внимательно на его маску. Маска у него тоже отваливается. У него растрескавшийся фальшборта. Ну, в целом он выглядит лучше, чем остальные КТМ-23. Ладно, ты был прав, здесь есть нормальный трамвай. Целый, пока что один из всех, что мы видели. Я нахожусь в Хабаровске уже полтора дня. И за все это время видел всего лишь двух женщин с коляской. Даже не знаю, почему могло так произойти. Что могло пойти не так? Вроде нормальный город. Странно, что с колясками здесь люди особо не передвигаются. Ума не приложу. Почему в Хабаровске ходят по улицам так мало пожилых людей с палочками? Понятия не имею. Вот вы знаете, почему? Мне кажется, это просто ужасно странно. Хабаровск. Город для молодых и сильных людей. Или тех, кто ездит только на автомобиле. Лиас. Нифас. Галас. Все эти автобусы встречаются в Хабаровске в единичных экземплярах. Потому что Хабаровск находится на востоке России. А значит, рядом здесь Китай и Южная Корея. Таким образом, основные автобусы Хабаровска это Жанг Танг, Реал, он же Марко Поло, Ютонг, Хёнде и, конечно же, Дэу. Ну, в принципе, здесь можно встретить и Волгобасы, немножко Лиазов 52-56, они все-таки здесь есть. И различные другие ноунэм автобусы, которых я раньше в жизни не видел. В основном, конечно же, корейские и китайские. Но, пожалуй, самым интересным автобусом Хабаровска является Hankook Fiber Primus. Корейский автобус с зелено-белой окраски с огромным горбом на крыше. Вот и он. Сейчас мы в нем прокатимся и узнаем, что это за зверь такой. И сразу же шутка. Что делает слесарь в автобусном гараже, когда ремонтирует этот автобус? Примус подчиняет. Ха! Поехали! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует... Продолжение следует... Жангтонг, HCK, я опять название автобуса сказал неправильно, 605HGC. Это китайские автобусы 2017-18 годов выпуска, которые неинтересны примерно ничем, за исключением того, что являются в Хабаровске самыми массовыми. 126 штук находятся в руках частного перевозчика. Автобус, как мы можем видеть, имеет низкий уровень пола и две двери. Обычные створчатые планетарные двери. И типичную китайскую внешность с низуразными фарами. Короче говоря, если бы это был не самый массовый автобус, я бы черт из-за два обратил на него внимание. Пункт оборота автобусов на Ленинградской улице, около железнодорожного вокзала. Это ли не самое идеальное место для того, чтобы продолжить наш рассказ про автобусы Хабаровска? В чем мне поможет исполняющий обязанности автобус-мастера Джо? Представляю вам легендарный, легендарный автобус Хабаровска. Это Deo BS106. Здесь в Хабаровске, по Хабаровскому краю, их 220 единиц ходит. Первые автобусы появились в 1998 году. Это первые иностранные автобусы в Хабаровском крае. Посмотрите, какой он. Они есть и у муниципалов, и у частных предпринимателей. Это самый живучий, самый крепкий автобус. Понятно, что видно, да, что этот автобус был синего цвета, он уже перекрашен несколько раз. Прошел ремонт. Ну, не всегда, конечно, качественный ремонт на проволочке, но ничего страшного. Примечательность данного автобуса, что здесь сдвижная дверь, как в КТМ-5. Ничего себе! Только выглядят эти автобусы гораздо лучше, чем КТМ-5 местные. Водителям очень нравится этот автобус. Они его прям хвалят, нахваливают. Прям говорят, вот если бы делали такие автобусы, Волгобаз, Илиаза, Нимфаза вообще в сравнении с ними не идут. Но это, опять же, как они говорят. Короче говоря, в Хабаровске 220 единиц прибыло в свое время. С 98-го аж по 2009 год. То есть это достаточно много. А вот оно, рыба моей мечты. Это Хэнкок Файбер серия Примус. Вообще, они числятся на балансе муниципального управления по транспорту. Но, как водители рассказали, они, по сути, в субаренде. То есть они принадлежат частному владельцу, А муниципальный перевозчик у них, по сути, арендует эти автобусы. Автобусы эти на газовом топливе работают. Двигатель здесь примерно 7,7 литров. 300 лошадиных сил. Очень необычный автобус. И выделяется среди всех вот этих вот Джон Тонгов, Йот Тонгов и так далее. Низкопольный автобус. Причем здесь такая особенность небольшая, То, что у него передняя дверь вот такого плана. А вторая, она раздвижная. То есть очень необычная. И очень необычные оконные проемы. Нигде в российских автобусах вы такого не найдете. Вот, куплен он был в Южной Корее. Они обслуживали в свое время Олимпиаду. А потом попали в Хабаровск. Представляю вам один из немногих автобусов российского производства на Дальнем Востоке. И это Волгобас. Встречайте. Модель 5270. Г. Работает на газу. Работает в Хабаровске у местного муниципалитета. Всего их сюда прибыло 26 единиц. Автобусы примерно 17-18 годов выпуска. Знаете, многие говорят, что автобусы плохие. Ну, некоторые водители говорят, что автобусы плохие. А некоторые говорят, что все зависит от обслуживания. Я могу сказать, как человек, который имел с этими автобусами дело, что автобус в принципе неплохой. То есть все зависит от обслуживания. Если обслуживание плохое, значит, соответственно, автобус рассыпется у тебя уже через 5 лет. Если обслуживание нормальное, то я думаю, что он и 10, и даже 20 лет проходит. Вон, посмотри на вот эти вот файберы. Им уже сколько лет, и они все на ходу, и с ними все нормально. Давайте посмотрим, что там внутри. Заходим. По идее, он низкопольный. Ну, точнее, с переменным уровнем пола. Потому что передняя часть у него низкопольная, а хвостовая часть с высоким уровнем пола. Вот так вот выглядит водительское место. Вот такое вот приятное сиденье. Да, как я уже говорил, машины 2017 года. Ну, можете оценить их состояние. Вот такой вот подиум сверху. И вот такая вот платформа с пяти сиденьями. Хороший для своего времени автобус. Здесь даже есть аппарель для инвалидов. И даже для колясок есть место. 13 сентября 2023 года. День, когда я начал разбираться в азиатских автобусах. Конечно, в Хабаровске нет привычных для нас и карусов, и других автобусов, которые ездят там по Москве и по другим городам. Но зато выяснилось, что, оказывается, у азиатских автобусов тоже есть свои поклонники и своя культура. В особенности мне показались интересными автобусы Део с их сдвижной дверью, как у трамвая КТМ-5. А также выяснилось, что Примасы тоже довольно прикольные автобусы. Во-первых, у них необычный внешний вид. Во-вторых, водители к ним относятся хорошо. Говорят, что это надежный и удобный автобус. Так что автобусы Хабаровска получают от меня 7 саратовов из 10. Я измеряю теперь автобусы саратовами, потому что именно там автобусы самые интересные, на мой взгляд. А теперь миниатюра. Реакция на трамвай РВЗ-6, когда уже полтора дня находишься в Хабаровске. РВЗ-шка едет. Пойти что ли снять? Или нет? Эники-беники, ели вареньки. Пожалуй, нет. Надоели РВЗ-шки. Или снять все-таки. Она такая красно-желтая. Или все-таки бог с ней, даже не знаю. Ну ладно, бог. Я смотрю, у вас сегодня неплохое настроение. Точно. Любой город покажется лучше, если гулять по ним выспавшимся. Кстати, прикольное советское офисное здание. Правда, я не заметил бы его, если бы нет мозаика. Только вот черт возьми, что на ней изображено. Ты как думаешь? Я даже не знаю, что здесь изображено. Ну, наверное, вот это вот зерно, это, наверное, к зерновой сделке. Вот это вот Каховская ГЭС, а вот это ядерный взрыв. Наверное, художник имел в виду, что каждый видит в этой картине что-то свое. Кстати, дорогие зрители, а что в этой картине видите вы? Пишите в комментариях. Красивая и одновременно железнодорожная в Хабаровске. Здание местного университета путей сообщения. Передаю привет всем студентам Московского университета путей сообщения и всех остальных, а также Хабаровского. И в особенности кафедра электропоезда и локомотива. Или как она сейчас там называется? Потому что я ее выпускник 2014 года. Так, а что вы в видосике смотрите? Ну-ка быстро сели, готовятся к экзамену по ТАУ. Вы что там в оклуши вьете? Классная архитектура у их здания. Блин, я забыл сдать лабу по электрическим машинам. А, ну да, это было уже 10 лет назад. Ну и как не передать привет моим одногруппникам, которые, правда, в ряде меня смотрят. АТ-512, 2014 год. В августе 2023 года на территории университета был установлен макет первого русского паровоза, который в 1834 году построили братья Черепанова. Чего? По-моему, они отец и сын. Нет? Ну да, точно, я знал это. Просто решил потроллить всяких умников. Да, классно здесь, конечно. Прямо вспоминаю свои студенческие годы. Я же забыл нарисовать на миллиметровке логарифмическую амплитудно-частотную характеристику преобразователя. А, хотя погоди-ка, я же в 2014 году вуз закончил. Все нормально. Здание университета было сдано в эксплуатацию в 1940 году. Построено оно в стиле сталинского ампира. Здесь есть огромная колонна нечеловеческих размеров, красивые окна, фонари на изящных резных ножках, а также балкончики с завитушечными элементами. Также этот университет известен тем, что здесь с 1956 по 1961 год учился первый министр путей сообщения СССР, Фадеев Геннадий Михайлович. В честь него здесь есть на фасаде памятная табличка. Так, начерталку Гвоздева я вроде бы сдал. Лабу по динамике колесной пары Сердобинцева тоже защитил. Так, у Подовикова я тоже все закрыл. Ха, можно переходить к следующему сюжету. Это фиаско, братан. Автомобили испортили мне всю фотографию. Вообще, мне кажется, что фотографирование трамваев это какая-то зависимость. Вот я сейчас уже в третий раз попытался сфотографировать вагон номер 170, хотя предыдущие две фотки вышли просто отличными. Слушай, а у меня такая идея. Может мы действительно начнем лечить людей так от наркомании? Ну смотри, мы будем одну зависимость заменять другой зависимостью. То есть, если раньше они употребляли наркотики, теперь они будут фотографировать трамваи. Точно, они будут тратить деньги не на наркоту, а на фотоаппараты, на флешки, на перелеты в другие города. Зато у нас будет больше фоток трамваев. Точно, а еще эти люди будут приносить доход в города, где они будут кататься на трамваях. Отличная идея. Короче, наркотики это зло. Если вы балуетесь подобной дрянью, то бросайте это немедленно. Берите в руки фотоаппарат и бегом фотографируй трамваи. Ну, можно еще троллейбусы, автобусы и весь остальной транспорт. О, РВЗшка. Только не говори, что ты ее снимать будешь. Конечно, я вижу примерно ноль причин, чтобы не сфотографировать в десятый раз эту зеленую РВЗшку, которую вчера я уже снял девять раз. На чем лучше передвигаться по городу? На громыхающем трамвае или на вонючем автобусе? К сожалению, когда трамвайное хозяйство находится в таком состоянии, как в Хабаровске, это вовсе не спорный вопрос. Ведь в инфраструктуру нужно вкладываться, капиталить трамвайные пути, вагоны, обслуживать контактную сеть и подстанцию. Правда, это только в теории. А вот на практике, когда на шестом маршруте трамвая была признана аварийная единственная подстанция, вместо того, чтобы эту подстанцию отремонтировать, шестой маршрут просто-напросто закрыли. Действительно, а зачем он нужен? Оставив таким образом без электротранспорта улицу Воронежскую и улицу Новую. Действительно, зачем что-то там ремонтировать, если проще и дешевле запустить там автобусы? А то, что люди будут дышать еще более загазованным воздухом, это уже мелочи, которые мало кого волнуют. И мне, конечно же, очень грустно от того, что власти Хабаровска так относятся к трамваю. В конце концов, жители Хабаровска заслуживают большего, потому что вы бы знали, какая в Хабаровске адская загазованность. Даже на небольших улицах здесь бензином воняет так, как не воняет, пожалуй, даже на Садовом кольце в Москве. Я нашел в Хабаровске еще кое-что красивое. Это кафе Ретро Паровоз. И я бы, конечно, не обратил на него внимания, если бы у них не было Ретро Паровоза. Можно подумать, что существует паровоз, который не является Ретро. Ну ладно, это я уже докапываюсь. За моей спиной 9П-158. Танк-паровоз или маневровый паровоз. 1947 года выпуска. Который был установлен здесь, вместе с этим вагоном. В 2001 году впоследствии здесь появился ресторан. Я зашел внутрь и убедился, что в вагоне не сохранился оригинальный интерьер. Что неудивительно, вряд ли бы он смог пройти современные противопожарные нормы, чтобы стать рестораном. Да и в паровозе не осталось органов управления. Вместо рабочего, вместо машиниста там теперь печка, а также какие-то трубы и манометры. Честно говоря, понятия не имею, для чего это все служит. Интересно, почему в Хабаровском не пользуются бабушки с палочками? Даже очень странно. Может быть, здесь просто все очень молодые, и бабушек просто нет? Ничего не понимаю. Что же могло пойти не так? Да ни хера не сечешь современную архитектуру. Музыка Ну что ж, мы наконец-то приехали в центральную часть Хабаровска, чтобы наконец-то посмотреть, что здесь есть красивого. А то все окраины, трамваи, промзоны. О, вот, кстати, посмотрите, автобус 2018 года. Какой ужас. И вот такой ездит по Хабаровску. Кто только выпустил это на линию. Ух ты, какой здесь классный лофт. Вы только полюбуйтесь на эту чудную кирпичную архитектуру. Как мне это нравится. Как классно. Какая чудесная деревянная дверь. Какое классное здание. Блин. К сожалению, опять настал момент, когда я понятия не имею, как вам нормально про это здание рассказать. Какой это архитектурный стиль. Какой год постройки. Наверное, все это написано вон там, на памятной табличке. Какое сочетание серого и красного кирпича. Я в жизни такого не видел. Вот это классно. Все-таки в Хабаровске есть красивое. Я знал, что Хабаровск не может меня полностью расстроить. Итак, здесь есть табличка. Улица Муравьева-Амурского. Генерал-губернатора. Историческое название. Восстановлено в 1992 году. Но что насчет здания? А, это здание Дальневосточной государственной научной библиотеки. И все. Никакой информации про здание. Какой это стиль. Какой год. Какой классный фонарь. Итак, мне удалось выяснить с помощью интернета, что здание библиотеки построено в 1902 году. Архитектор Калмачевский. В принципе, эта клумба тоже довольно крутая. Вот посмотрите сами. А что еще интересного есть на улице Муравьева-Амурского? Дореволюционные старые двухэтажные здания. Еще одно красивое здание. Крутое советское офисное здание. Статуя, к которой я обязательно подойду ближе. И, конечно же, чудо-храм. Успенский собор. Одна из ключевых достопримечательностей Хабаровска. Оригинальное здание было построено в 1886 году. Но в 1930-м большевики его снесли. А в 2002 году собор был восстановлен. Да так и восстановлен, что теперь он похож не на собор, а на здание Сталинской высотки. В общем, на мой взгляд, весьма неоднозначная архитектура. Идем дальше. На площади около собора установлена стела и статуя в честь героев гражданской войны на Дальнем Востоке. 1918-1922 годов. Я все еще прекрасно умею читать различные таблички. А вот вам еще красивая картинка из Хабаровска. Вечерняя радуга. Надеюсь, что мой канал не закроет за пропаганду ЛГБТ. Чарующий момент в Хабаровске. И нет, это не автобус Ютонг, HCK, я уже опять забыл его модель, а, конечно же, река Амур, на которой мы сейчас посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok А сейчас мы спустимся на набережную реки Амур и посмотрим, как она здесь сконструирована. Это рубрика «Режим Варламова». Так, ну что у нас тут на набережной? У нас тут есть недавно отреставрированная крутая советская лестница, огромная. Интересно, она больше Чикаловской лестницы в Нижнем или нет? Ступеньки я считать не буду, сразу говорю. Но выглядит красиво, поэтому пока что мне все нравится. Здесь также есть деревья, то есть можно, например, вон там вот на лавочку сесть в тенечке в жаркий день. А еще, мне кажется, мне кто-то очень сильно укусил в шею. Вот, очень уютный пятачок для какой-нибудь романтической посиделки. Для чего же докопаться на этой набережной? Ну, можно, например, докопаться до велодорожки, которая не имеет физического отделения от пешеходной дорожки. Например, можно было бы между этими двумя дорожками высадить, допустим, живую изгородь. И все, никто бы не залезал пешком на велодорожку, и велосипедисты бы спокойно по ней катались. Мне кажется, мы просто придраться не к чему. Нормально здесь отгорожено, все здесь нормально по-человечески сделано. Что? Вот, нормально. Вот, чем она отгорожена? Вот бордюр. Вот отдельно велодорожка, отдельно пешеходная дорожка. Какие проблемы? Проблема в том, что большинству пешеходов плевать на эту велодорожку. И они по ней просто берут и ходят. Проблема пешеходов? Так отдели их, отдели их бордюром, они тоже будут там ходить. Однажды ты поедешь на велосипеде по воровьям и горам, по специальной трассе на велосипеде. И ты там возненавидишь всех, кто ходит по этой дорожке. Здесь классные коряги. Вон, здесь классные коряги. Смотри, вот. Какие коряги классные. Вот мы и подошли к реке Амур вплотную. Поскольку сейчас супер дождик, я не буду мочить свои ноги в водичке в этот раз. Но потрогаю ее рукой и скажу вам, какая она на ощупь. Итак, Амур. Обзор реки Амур на канале Блокшеда Фотографа. Она даже немножко теплая. Слушайте, можно было бы искупаться, но я не взял ни плавки, ни полотенца, ничего. К сожалению, начался супер дождь, поэтому мы не будем дальше ходить по набережной. В целом, набережная произвела на меня хорошее впечатление. Она достаточно ухоженная, достаточно красивая. Здесь есть выход к воде, здесь есть чем заняться, есть магазинчики, есть красивые теплоходы. Так что набережную города Хабаровска я рекомендую к посещению. И, кстати, поставьте, пожалуйста, лайк. Вот, видите, в каких условиях записываем для вас крутой контент. Режим Ильи Варламова никто не отменял. И главный вопрос, как перейти мне через эту улицу, если перехода нету даже, даже оттянутого перехода здесь нет. Что? И как вот я должен переходить через эту улицу? Смотрим, нет ли автомобилей здесь, нет ли там. В чем проблема здесь нарисовать зебру? Наверное, в том, что здесь много водителей, которые не умеют трогаться на подъеме. Но если так, то почему бы не переучить их в автошколе? Почему пешеходы должны и ходить непонятно как? Вот такой вопрос меня мучает сегодня вечером. На улице Муравьево-Амурского следует отметить комплекс зданий Театра юного зрителя города Хабаровска. Он занимает два здания. Одно из них – это вот этот потрясающий кирпичный шедевр 1901 года постройки. Это здание общественной палаты. А второе здание театра – это доходный дом Кровякова 1899 года постройки. Я не уверен, но, по-моему, это модерн. Если кто-то из вас в этом разбирается, напишите в комментариях. К сожалению, я не могу вам рассказать об архитектуре больше, чем об автобусах, потому что не слишком сильно в ней разбираюсь. Поэтому все остальное я вам просто покажу. Вот смотрите, какая красота есть в Хабаровске. У меня вопрос. Кто долбонавт? Либо те, кто составляли стандарты, согласно которым нужно так располагать пешеходный переход, либо люди, которые клали здесь тротуарную плитку и бордюры. Почему пешеходный переход упирается в бордюр, а пандус находится сбоку? В чем прикол так делать? Центр этического воспитания детей. С чего он должен начинаться, если не с офигенно крутой деревянной двери? Я просто обязан ее потрогать. Вот это да. Полюбуйтесь, какая классная резная дверь. Какие у нее классные вот эти вот завитушечки. И какой здесь классный мистер павук. Конечно, если бы здесь была говняная пластиковая дверь, я бы поугарал. Но здесь максимально уместная, потрясающе крутая деревянная дверь. Итак, друзья, мы с вами убедились, что в Хабаровске есть красивые места. Исторический центр с классной архитектурой и ухоженными улочками, по которым лично мне ужасно понравилось гулять и разглядывать прикольные здания. Но это не отменяет того, что я видел в остальной части Хабаровска. И мне остается только надеяться, что когда-нибудь весь Хабаровск будет ухоженным и красивым. А не только центральная его часть. А для того, чтобы Хабаровск весь целиком стал таким же ухоженным, как и его центр, нужно, во-первых, говорить о существующих проблемах. И, во-вторых, участвовать в политике. Например, ходить на выборы, если, конечно, они есть в вашем регионе. Потому что без политики никакой красивый город построить не получится. В качестве финального аккорда мы просто обязаны прокатиться в местной легенде в первом зарубежном автобусе Хабаровска в ДОБС-106. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Также мне понравилась его крутая сдвижная дверь, как в трамвае КТМ-5. В общем, с сегодняшнего дня, если я где-то увижу автобус ДОБС-106, то непременно я его сфотографирую. Не ДОБС-106 стал нашим финальным аккордом сегодня, а кое-что гораздо более интересное. Трамвай МТВ-82-1960 года постройки. Вагоны МТВ-82 строились в Москве с 1947 по 1961 год. Индекс 82 вагоны получили по номеру военного завода, где они производились. Позже этот завод превратился в Тужинский машиностроительный завод. Всего было построено 2160 таких трамваев. И список городов, где они эксплуатируются, такой большой, что я просто выведу его на экран. Правда, сейчас таких вагонов уже практически не осталось. Тем не менее, в некоторых городах они сохранились в виде различных служебных спецвагонов. Например, вот в Хабаровске это вышка контактной сети. А где-то есть и грузовой вагон, где-то есть вагон краной платформы. Также есть, разумеется, и музейные трамваи. Например, МТВ-шка есть в Москве. И до недавнего времени она была в Харькове. Но, к сожалению, ее постигла очень неприятная участь. Чем люди обычно занимаются глубокой ночью? В 17 часов 6 минут. А, это московское время. Нормальные люди ночью, наверное, идут в караоке, на танцы, спят. Или подъедают запасы из холодильника. Но я катаюсь на машине по Хабаровску и ловлю служебный трамвай. Вашему вниманию РВЗ. Ой, Господи, какой РВЗ? МТВ-82, вышка контактной сети города Хабаровска. Встречайте этого крокодила. А нам красный. А мы сейчас продолжаем ночную погоню за трамваем МТВ-82. Вышка контактной сети города Хабаровска. Правда, я сам не до конца понимаю, зачем мы этим занимаемся. Но вполне возможно, потому что до этого не музейные МТВ-82 я снимал примерно 0 раз в жизни. Интересно, что подумает про нас бригада ремонтников. Они, наверное, сейчас подумают, что мы какие-то маньяки по ночам гуляем по трамвайной линии в глухом ночном лесу. Один из них так и спросил, вам что заняться больше нечем. А, в натуре что ли? А, в натуре что ли? Действительно, чем же заняться поздней ночью, если не погони за спецвагоном? И за моей спиной трамвай номер 312, модель 7168К, КТМ-8. Этот вагон построен в 1991 году. А в 2017 он был выведен из пассажирской работы и переделан в рельсосварочный вагон. В Хабаровске были и другие КТМ-8, но сейчас они все уже списаны. Так что данный экземпляр единственный КТМ-8, оставшийся в Хабаровске. Краткая справка. Трамвайные вагоны 7168К КТМ-8 строились с 1989 по 1993 год на Усть-Катавском трамвайном заводе. Всего было построено 892 таких трамвая. Что можно сказать про этот вагон? Он, конечно, жутко интересный, жутко прикольный, жутко необычный, но жуткий немножко. Алло, ну ты где? Я уже в аэропорту. Ты домой-то собираешься лететь или нет? Ты что, опять по автобусу звонишь, да? Нет, по руке. Я, наверное, полечу попозже. Надо один контентик подснять. О, отлично, ты будешь снимать контент без меня. Ну и где потом этот контент посмотреть? Ну, в моем телеграм-канале. Ссылочку на который ты оставишь в описании. Что хотелось бы сказать напоследок про Хабаровск? Хабаровск это большой, интересный и красивый город. Правда, ухожен он только в пределах исторического центра. Стоит только сойти с улицы Муравьева-Амурского и пройти пару километров вглубь, как начинается Курск. Только здесь поменьше уродских торговых центров и рекламных вывесок. Так, а шо по транспорту? А по транспорту здесь больше похоже на Уфу. Развитие здесь имеет только автобусы. Здесь много новых автобусов, много старых в хорошем состоянии. Они здесь ездят быстро и предсказуемо, и здесь достаточно развитая маршрутная сеть. В общем, для автобуса однозначный лайк. Ну и с электрическим транспортом дела здесь обстоят так же, как в Уфе. Взять, к примеру, троллейбус. Конечно, здесь открыли линию в аэропорт. Ну и все, на этом развитие завершилось. В то время как в городе полном автобусных маршрутов, которые можно было бы спокойно заменить на троллейбусные. Например, единичка, где довольно большой выпуск. А что хорошего можно сказать про Хабаровский трамвай? РВЗ-6. И, наверное, на этом все. А хотя нет, не все. Ведь есть еще люди, благодаря которым и вопреки всему трамваи продолжают ездить по Хабаровску. Это и водители, и ремонтники, и путейцы, и служба контактной сети. Все эти люди, несмотря на маленькое финансирование и не очень высокие зарплаты, продолжают делать так, чтобы по улицам Хабаровска ездили и РВЗ-6, и КТМ-5, и КТМ-23. Спасибо вам огромное за вашу работу. Между прочим, Ереван, столица Армении, почти миллионный город, такой опции, как трамвай, похвастаться не может. А вот вопросы по поводу капитальных ремонтов трамвайных путей и вагонов, по поводу строительства новых линий, уже нужно задавать не работникам трамвайного управления, а региональным властям. Потому что выделять деньги на такие крупные проекты – это уже их зона ответственности. Как сказал классик, где деньги, Зин? А, ну да, и еще это анонс нового будущего видео. Так что не забудьте подписаться на канал. Мой вердикт в Хабаровску – 14 место в личном рейтинге городов. К сожалению, это один из самых грустных городов, которые мне когда-либо доводилось посещать. Но я надеюсь, что скоро наступит прекрасная Россия будущего, и тогда Хабаровск станет самым крутым городом на Дальнем Востоке. Не забудьте подписаться на канал, чтобы узнать, какое место в рейтинге городов займет Ереван. А теперь бонус для тех, кто досматривает мои видео до конца. Автобус-мастер. Хоть он и не ездил в Хабаровск со мной, ему есть что сказать, ведь он побывал здесь ранее. Дадим же ему слово. Давай, дружище, что ты хотел сказать? Давай, обещай. Подожди, микрофон. Микрофон возьми. Давай, что ты хотел нам сказать про Хабаровск? О, Герас. Назвать Хабаровск крайне печальным и депрессивным рука не повернется, тем более он был там в сентябре, когда все свело и пахло, если можно так говорить, а я был в апреле, когда только снег, что называется, сошел, и по улице, как в каком-нибудь любом российском городе, везде летает пыль и прочая ерунда. Да. Мне лично Хабаровск понравился. Понравился, конечно, меньше, чем Владивосток, в котором я был тогда же. Да, трамвай грустный, но где вы еще посмотрите на эти РВЗ-6 сейчас, да? Ну, при этом, например, там богатый автопарк, да, это огромное количество всевозможных корейцев. За троллейбус там взялись, на удивление, да, обновили подвижной состав, открыли второй маршрут. Так что не все так нам плохо. Приезжайте в Хабаровск. Я желаю Хабаровск, чтобы здесь ко власти пришли политики, которые, наконец-то, начнут заниматься городом. Они не пойми чем. А для этого каждый из вас должен интересоваться политикой и ходить на выборы. Вот такое вот у нас лирическое отступление. Смотрите другой контент на канале. Подписывайтесь, ставьте лайк. И до новых встреч. Спасибо за просмотр.